Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня мы будем вязать вот такой стильный свитер из букле. Модель очень удобная в носке, мягкая и приятная на ощупь. С этой пряжей у меня случилась любовь буквально с первых петель. Кто работал с букле, тот меня поймет. А кто еще ни разу не вязал из нее, то обязательно смотрите мой мастер-класс. Вдохновляйтесь и экспериментируйте, это того стоит. Вязать я буду из пряжи Alize Naturale Bucle. У нее хороший состав, 49% шерсти и 24% хлопок. Остальная часть акрил и полиэстер. Покупала я ее как-то в магазине пряжи Настенька на пробу. Состав понравился, внизу оставлю для Вас ссылку. И если бы в комментариях меня не попросили связать из букле шапку, то пробы возможно состоялись бы еще не скоро. Но вдохновленная просьбой подписчицы, я вспомнила про эти моточки, связала образец и влюбилась в него. В результате моя любовь вылилась вот в такой замечательный свитер, ну а шапку еще успеем связать. Пряжа хороша не только составом и фактурой, еще она быстро вяжется. Посмотрите на образец, он в два раза больше моей ладони, хотя в нем всего 20 петель. Связан он на спицах номер 7. Начинаем вязать с горловины. Я набрала 64 петли и еще одну петлю для соединения вязания в круг. По количеству петель понятно, что горловина будет широкой. За счет легкости пряжи она будет красиво драпироваться и лежать. У меня нет определенной схемы того, как будут располагаться полоски. Цвета буду менять в произвольном порядке, полагаясь на свою интуицию. Но начинать буду с белой нити, потому что светлые оттенки освежают лицо, делают его привлекательнее. Вот такой простой секрет помогает выглядеть чуточку моложе и увереннее в себе. Петли набраны, со стороны не скажешь, что здесь их ровно 65. Дальше нам надо соединить вязание в круг. Следите, чтобы петли не перекрутились. Чтобы соединение было плавное, первую петлю набора с левой спицы переснимаем на правую и последнюю петлю перекидываем через нее. Подтягиваем кончики нити и все. Набранный ряд аккуратно соединенный в круг готов. Продолжаем вязать по кругу в высоту воротника лицевыми рядами. Весь свитер также будет у нас связан лицевой гладью, то есть вяжется он очень просто и быстро. И в итоге мы получим очень эффектный и красивый свитер. Чтобы моточки не катались по дому, помещаем их в проектную корзинку и достаем ниточки из середины мотка. Я провязала первые пять рядов и решила поменять цвет. Не буду придерживаться одной ширины полосок. Где-то они будут уже, где-то шире. Пусть дизайн свитера будет немного спонтанным и оригинальным. Вот такая у меня получилась горловина. Здесь по счетчику 25 рядов. Следующая наша задача – вывязать росток для хорошей посадки. Показываю на схеме, как это делать. Всего у нас 64 петли, которые мы набирали в начале. Это на схеме погоны и на них я оставлю по 10 петель. Вывязывать росток буду поворотными рядами, разворачиваясь в каждом погоне по два раза. Прибавки в моделях с погонами делаются по спинке и переду в каждом ряду, а сами погоны вяжутся прямыми без прибавок. Во время вывязывания ростка в каждом развороте у нас будет прибавляться на спинке с обеих сторон по две петли. Поскольку разворотов у нас будет два и прибавки будем делать в каждом ряду, то всего у нас будет 4 ряда с прибавками 2 лицевых и 2 изнаночных. Просчитаем количество петель для переда и спинки. Всего у нас 64 петли, из них мы вычитаем петли погонов. Это два раза по 10 петель. Остается 44 петли. Делим их пополам и выходит, что на перед и спинку приходится по 22 петли. Но надо учесть прибавки по спинке, которые мы будем делать во время вывязывания ростка. Поскольку всего будет 4 ряда с прибавками, то мы 4 петли вычитаем из петель спинки и прибавляем их к петлям переда. Получается, что на спинку у нас остается 18 петель, а на перед 26. А теперь давайте себя проверим. Разница между петлями переда и спинки получается 8 петель. И за 4 ряда разворотов в погонах мы прибавки будем делать с двух сторон, значит по спинке прибавится 8 петель, а петли переда останутся неизменными. То есть у нас получилась та же разница в 8 петель. Теперь нам нужно расставить маркеры. 18 на спинку, 10 на погон, 26 это петли переда и 10 петли погона. Чтобы не обрывать нить и не делать бесконечное число узелков на изнанке, ниточку можно протягивать. С лицевой стороны это практически незаметно за счет фактуры пряжи. Как это сделать? Накидываем неиспользуемую нить на левую спицу и провязываем ее вместе со следующей петлей. Таким образом ниточка остается за петлей и не видна с лицевой стороны. Далее продолжаем вязать той нитью, которая на данный момент используется и вяжем росток поворотными рядами. Сейчас я покажу, как делать прибавки и как провязывать поворотные петли. Итак, провязали две петли погона, перекидываем маркер и делаем прибавку, из одной петли вывязываем две. Провязываем петли спинки и из последней петли спинки снова вывязываем две петельки. Перекидываем маркер, провязываем первые три петли второго погона и делаем разворот. Вводим правую спицу в петлю предыдущего ряда, вытягиваем петлю и накидываем ее на левую спицу. В итоге получилось две петельки, которые мы в следующем ряду провяжем вместе. Если этого не сделать, то в готовом изделии может появиться дырочка на месте разворота. Разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону, не забывая делать прибавки по спинке. Сразу после маркера вывязываем две изнаночных петли из одной, и в конце перед маркером также провязываем две изнаночных за обе дольки петли. Второй разворот делаем в седьмой петле погона. То есть провязали 6 петель погона и из петли предыдущего ряда вытягиваем петлю, как будто вяжем изнаночную и надеваем эту петлю на спицу рядом с седьмой петлей. Теперь разворачиваем вязание и провязываем еще раз два поворотных ряда, не забывая прибавить петли по спинке. Вот эти двойные петли провязываем вместе, то есть в погоне у нас так и остается по 10 петель. После всех прибавок на спинке у нас должно получиться 26 петель, столько же, сколько на переде. Обязательно пересчитайте петельки, когда сделаете все развороты в погонах. Теперь давайте посмотрим на схеме, что именно нам надо связать. Вы можете нарисовать для себя такую схему и отмечать на ней те ряды, которые провязываете. Вязать росток мы начали вот в этой точке, дошли до первой точки разворота во втором погоне, развернулись, провязали изнаночный ряд до следующей точки, опять развернулись и пришли во вторую точку второго погона, развернулись и в изнаночном ряду провязали до петель переда. До этого момента мы делали прибавки только по спинке и теперь количество петель переда и спинки сравнялось. Продолжаем вязать поворотными рядами, делая прибавки и по спинке, и по переду. У меня впереди получилось также по две точки разворота, причем последняя точка разворота будет условной, от нее мы продолжим вязание по кругу. Количество разворотов зависит от плотности вязания и желаемой высоты ростка. Я вяжу толстыми спицами и петли у меня получаются высокими, поэтому мне достаточно двух разворотов по спинке и двух разворотов по переду. То есть это восемь рядов. Сейчас покажу наглядно, какая разница получилась, а если у Вас другие нитки, то стоит сделать свои расчеты по аналогии. Вот, что должно получиться у Вас после того, как Вы свяжете росток. Именно эта разница между спинкой и передом и есть росток. Здесь очень хорошо видно, насколько спинка больше переда. Хотя пряжа очень фактурная, постараемся разглядеть в направлении петель погона. Вот погон идет прямо, а с двух сторон от него у нас идут прибавки. Теперь вяжем все лицевыми рядами, делая прибавки в каждом ряду с двух сторон от погоны, то есть каждый раз прибавляя по 4 петли в ряду. Но перед этим посмотрим еще на одну схему, чтобы понять все нюансы вязания этого свитера. Вот наш свитер в схематичном изображении и вот наши погоны. Здесь мы в каждом ряду делаем прибавки. Но так как изделие у нас будет очень широким, то так вязать мы будем, пока не достигнем значения длины плеча. Дальше прибавлять петли будем через ряд, постепенно достигая нужной ширины изделия. А ширина изделия у нас будет равна либо обхвату бедер, либо обхвату груди, что больше. И к этой мерке надо прибавить от 30 до 50%. Чем шире будет изделие, тем оригинальнее оно будет смотреться. То есть мы половину полученного числа в сантиметрах умножаем на плотность вязания и получаем количество петель, на которые должны выйти прибавками по спинке и переду. После того, как достигнем нужной ширины, будем делать прибавки уже по рукавам. Спинка и перед у нас дальше будут прямыми, а прибавки будем делать вот здесь. И наш погон плавно перейдет в рукав. Прибавлять рекомендую в двух рядах из трех. То есть в первом и во втором ряду прибавки сделали, а в третьем пропустили. Таким образом полотно в этом месте будет расширяться. Так вяжем до нужной ширины рукава. Модель эта подразумевает узкий рукав, так что делайте расчеты как для облегающего рукава. Показываю, что у меня получилось. Здесь я уже сделала все прибавки. Вышла на нужную мне ширину переда и спинки и перехожу к вывязыванию рукавов. Вот наш погон. Хотя его не очень хорошо видно, но на белом он заметен. После всех прибавок у меня получилось по 70 петель на спинке и переде. Прибавлять теперь буду только по рукаву. Если до этого все прибавки мы делали как бы с внешней стороны погонов, то теперь петли будем прибавлять внутри. Полотно тушки будем вязать без прибавок и оно получится прямым. Таким образом у нас сформируется окат рукава. Какое количество петель надо прибавить? Умножим плотность вязания на обхват руки в самом широком месте. Из этого количества вычтем 10 петель погона и 4 петли подреза. Делим это количество пополам. Столько раз нам надо сделать прибавки. Помним, что прибавки мы будем делать в двух рядах из трех, чтобы рука в пройме у нас не стянула. Итак, я сделала все прибавки и сняла петлю рукава на дополнительную леску. У меня получилось вместе с петлями погона 34 петли, позже я добавлю 4 петли подреза. Теперь соединяем петли переда и спинки. Между ними будут 4 петли подреза. И для этого я заранее связала вот такую косичку из бросовой нити. Поднимаем из нее 4 петли и продолжаем вязать. С одной стороны тушки, полочка и спинка соединились. Точно так же при помощи дополнительно связанной косички. Поднимаем 4 петли подреза и соединяем вторую сторону. Потом мы косички распустим и поднимем эти 4 петли на рукава. Самое сложное мы сделали. Теперь просто вяжем изделие по кругу, чередуя цвета. Вот такой ширины получается наша тушка, а рукава по сравнению с ней видно, что будут достаточно узкими. Все как задумывалось. На этот момент у меня закончился первый моток коричневой пряжи. И я, наверное, пока оставлю тушку и займусь рукавами, потому что я хочу, чтобы они были полностью коричневыми. А тушку я закончу потом, когда будет понятно, что коричневой пряжи хватило на рукава. Итак, петли рукава у нас на спицах. Сейчас распускаем косичку и сбросовой нити. И одновременно поднимаем 4 петли подреза на спицу. Теперь присоединяем нить от нового мотка и вяжем рукав по кругу. Поскольку рукава у нас узкие, то вязать будет удобнее методом Magic Loop. Разделяем петли на две части и с двух сторон вытягиваем петли из лески. По моим расчетам рукав у меня состоит из 38 петель. Когда будут готовы оба рукава, закончу тело свитера и покажу результат. Итак, мой свитер готов. Он получился объемный и широкий с узкими рукавами. Вот так он выглядит. Тушку я закончила вязать тогда, когда закончилась коричневая пряжа, а вот белой пряжи у меня остался почти целый моток. Всего у меня на этот свитер ушло примерно 320 грамм пряжи. Совсем немного, учитывая, что это модель в стиле оверсайз. Свитер получился очень мягкий, легкий и воздушный. После ВТО пряжа не потеряла своих свойств, а напротив раскрылась и, по-моему, стала еще мягче и приятней на ощупь. Ношу я свой свитер с большим удовольствием, поэтому и Вам рекомендую присмотреться к пряже букле и связать для себя что-то подобное. Ссылка на пряжу будет в описании, переходите, заказывайте и вяжите с удовольствием. А чтобы не потерять этот мастер-класс, поделитесь этим видео в своих соцсетях, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Еще мне очень интересно узнать, как Вам этот свитер. Оставляйте свои впечатления или вопросы в комментариях. Всем пока-пока, с Вами была Юлия и мой факультет рукоделия.